Еще одно резонансное дело. В суде все-таки рассмотрели. Амичке, которая била свою дочь гимнастку, вынесли приговор. Женщине придется потрудиться на благо города. Мировой судья приговорил ее к 140 часам обязательных работ. Все произошло еще осенью прошлого года. Учителя одной из школ в Омском районе заметили на теле 8-летней девочки синякие ссадины. Начали спрашивать ребенка. Младшеклассница, которая занимается художественной гимнастикой, сначала выгораживала мать. Говорила, что ушиблась на тренировке. Но потом оказалось, что это результат семейного воспитания. В ноябре месяце, в дневное время, мама причинила телесные повреждения. Используя незначительный повод, причинила телесные повреждения дочери в школе. Впоследствии вечером этого же дня также причинила телесные повреждения. Используя также малозначительный повод, но уже другой. И также причинила телесные повреждения в виде нанесения телесных повреждений гимнастической скакалкой. В последний раз, говорит дедушка, которому на время переселили ребенка, девочке досталось из-за того, что она без разрешения взяла несколько конфет. Мать, которую признали виновной, в жестоком обращении с дочерью приговорили к 140 часам обязательных работ, но лишать родительских прав не стали. Женщина отказалась комментировать решение суда, но вот ее отец вердиктом недоволен. Приговоры мы не удовлетворены, конечно. Приговор незаконен. Один единственный случай. Два шлепка по руке за кражу конфеты. Ребенок воровал в классе больше года. Учитель на это закрывал глаза, в общем-то, может даже способствовал. Учитель конкретно ненавидел ребенка. Ненавидел ребенка за то, что занимался гимнастикой. Ребенок как бы нарушает процесс обучения, учебы. То есть влияет на авторитет учителя. Потому что некоторые маленькие детки говорят, а почему-то пошла, а мы здесь сидим. Для сравнения, вот что учителя говорили о поведении девочки в прошлом году. Когда мама приходила забирать, то есть это ребенок превращался прямо в трясущийся листочек. Например, перевязана шея, там у нее что-то было. И вот она все время держала ее. Когда я ее приглашала к доске и подходила, чтобы помочь ей, она как-то немножко даже сжималась. На носике, на перекладине носа. Прям уже рано так, что она не могла сдержаться. У нее сбиты пальчики были. Прям уже рано так, что она не могла сдержаться.